С 2015 года Казым – часть культурной мозаики. Это федеральный конкурс, проводимый Благодарительным фондом Тимченко. Первый проект Казымского выставочного зала был связан с медвежьими игрищами. Вторым его этапом стало развитие партнерской сети. С командой села Казым мы работаем уже третий год. Проект у нас заканчивается в конце ноября. Как раз как одна из задач, которая стоит перед этой командой на третий год реализации проектов, это работа с инициативами у себя на территории. То есть здесь команда, она и обучение проводила в прошлом году по проектному управлению, выезжала во все деревни территории, смотрела, какие люди там есть, что там есть интересного, кто готов потенциально выступить с этой инициативой, консультировали, помогали. И вот результат их работы, который сейчас мы видим на экспертном совете. Экспертный совет оценивает сегодня проделанную в течение года работу. Беларийский район стал одной из 17 территорий России, где был организован конкурс «Малая культурная мозаика». Победители федерального конкурса прошлых лет теперь помогли партнерам с подготовкой проектов и с их презентацией. К примеру, Марина Кабакова представила проект Надежды Гришкиной из деревни Тугияны. Она говорит, мы очень часто ездим на выставки, подаемся на какие-нибудь конкурсы, и наши изделия не проходят. Потому что мы сегодня немножко путаем цвета, немножко путаем орнамент. И хотелось бы наручить женщин, девочек и девушек, которые есть в этой маленькой деревне, вязать. Потому что они даже забывают технологию вязания. Технология вязания в кондельской культуре тоже особенная. Кроме вязания, в числе проектов семинар «Практикум по рыбьей кожи», изготовление различных сувениров, организация походов с детьми на стойбищу оленеводов, постановка спектакля «Четыре сезона рыбалки». Реализовываться они будут в Полновате, Юильске, Нумто и Ванзевате. Кстати, в этом селе есть еще одна интересная инициатива. В селе Ванзеват собралась инициативная группа, которая хочет создать площадку, где будет нянь-кор, где будет шалаш и рыбацкое подворье. Мы поговорили с ними и решили, что можно сделать это в селе, для того, чтобы дети приходили, дети могли видеть, как взрослые варят рыбу, как сушат рыбу, как разделывают рыбу, потому что сейчас в наше время на рыбалку мало кто ездит, и особенно с детьми. От самих казымчан поступило три инициативы. Одна из них – от детского сада «Олененок», где работает группа с изучением хантыйского языка. Получился такой проект в проекте. Он о том, чтобы обновить предметно-пространственную среду в нашей группе, шить деткам новые национальные костюмы, традиционные, и вовлекаем мастеров Казымской земли, мастериц, мастеров, бабушек, дедушек наших родителей. Эксперты оценивали каждый проект по ряду серьезных критериев. Необходимо было доказать его востребованность в поселении, заинтересованность людей, а также показать, каким образом он объединит односельчана, будет работать на развитии территории. Оценку выступлением давали эксперты из Белоярского, Тюмени и Москвы. У нас были такие ожидания, что проекты, так как и сумма гранта не очень большая, и все-таки часто это либо инициатива обычных людей, то это будут такие небольшие, короткие, точечные проекты. Здесь очень интересно видеть, что практически каждый проект рисует какую-то долгосрочную перспективу. Еще год назад, побывав в Казыме, я видела, насколько жители болеют за свою национальную составляющую, за ее сохранение, за ее продвижение и в то же время за ее сохранность и кулуарность даже какую-то. То сегодня я вижу, как эти стремления стали перерастать, вот именно формирование общественных пространств, взаимодействие с друг другом. Это очень радует. Каждый из девяти проектов получит грант в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Три из них получат также финансовую поддержку предпринимателей поселения. Реализация представленных инициатив стартует уже в самое ближайшее время. Елена Филиппова, Дмитрий Слепенков, Время новостей, Казым.